Барухашем, возлюбленные, да будет благословенное имя Господне! Спасибо, что присоединились к нам на передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Недавно ты делилась со мной мыслями, которые очень важны. Хочу, чтобы ты поделилась ими и с нашими зрителями. Что тебе говорил Господь? Я поговорила с Богом о познании Его внутри, о том, чтобы переживать Его каждый день. Ведь все, что я вижу снаружи, не должно отвлекать меня от того, что я переживаю внутри. Дух Божий обращается ко мне. Я хочу настолько ощущать Его внутри, чтобы никакие внешние вещи не отвлекали меня. Я могла двигаться и говорить на основании того, что я ощущаю внутри, а не того, что вижу снаружи. Это очень глубокая мысль, и я в восторге от нее. Апостол Шауль или Павел сказал нам, что одна из загадок Евангелия – это Мессия в нас, Христос в нас, упование славы. И жить на основании Божьей силы, которая находится внутри. Это очень важно. Мы взращиваем это в нас каждый день. Пребывайте в Духе Господнем, который живет внутри всех детей Божьих. Возлюбленные, пусть Бог обильно благословит вас сегодня. Баруха Шем, возлюбленные, добро пожаловать на второй сезон цикла о мессианских пророчествах. Это второй сезон и второй выпуск. Я хочу посоветовать вам, если у вас не было такой возможности, послушать и посмотреть другие выпуски цикла о мессианских пророчествах. Вам стоит сделать это. Я пытаюсь показать вам природу мессианского пророчества. Я хочу помочь вам понять, что у людей бывают разные взгляды на мессианские пророчества. Предсказания о Ветхом Завете или Танахе о том, что сделает Иисус. Я уделил достаточно много времени тому, чтобы показать вам, что когда авторы Нового Завета используют Еврейскую Библию, рассказывая о том, что Иисус исполнил ее, то не всегда имеют в виду то, что Иисус исполнил предсказания о будущем. Авторы Нового Завета смотрят на мессианские пророчества намного шире. Они используют мессианские пророчества не только для того, чтобы показать, как Иешуа исполнил предсказательное пророчество, которые конкретно говорили о том, как Мессия в будущем исполнит определенный сценарий или событие. Авторы Нового Завета часто использовали Танах, показывая, что Иисус исполнил предсказания, наполнив его смыслом. На прошлой неделе я говорил о Моисее и о том, что Моисей рассказывал о том, что Господь поднимет среди Израиля пророка, подобного ему. И каждый, кто не будет слушать этого пророка, будет отрезан. Это предсказание. Моисей сказал, среди израильтян Бог поднимет пророка, подобного мне. Это предсказание о том, что случится в будущем. И Господь также сказал, а кто не будет слушать этого пророка, будет отрезан. Все это можно проверить научно. Все это можно оценить в точных данных. Иисус исполнил это пророчество. В книге «Деяния и Петр» цитируют местописание, о котором я только что упоминал, из книги «Деварим» или «Второзаконие», говоря, «Этот Иешуа, Иисус, исполнил это пророчество, о котором говорил Моисей». Это предсказательное пророчество, которое можно измерить научно. Иешуа пришел и сделал то, о чем говорил Моисей. Но часто авторы Нового Завета используют пророчество в общем смысле. На прошлой неделе я приводил пример из книги Осии. Матфей цитирует Осию 11 главу, 1 стих. Он говорит, что Иисус исполнил это место, где сказано. «Из Египта вызвал Я сына Моего». Но когда Бог дал это слово Осии, оно не было предсказанием. На самом деле, Бог рассказал Осии о том, что он уже сделал. Бог уже призвал свой народ, Израиль, из Египта. Это случилось за сотни лет до того, как Осия сказал эти слова. Это не было предсказательное пророчество. На самом деле, на поверхности даже не похоже на то, что это вообще пророчество. Некоторые из вас могли присоединиться к нам сегодня впервые. Я не хочу, чтобы вы запутались. В книге Осии, 11 главе, 1 стихе, Пророк говорит слава Бога. «Из Египта вызвал Я сына Моего». Когда мы слышим слово «пророчество», то сразу же представляем себе предсказание о будущем. Но Осия, 11 глава, 1 стих, в оригинальном историческом контексте не было предсказанием о будущем. На самом деле, Бог просто говорит Осии, «Я вызвал Израиль из Египта сотни лет назад». «Из Египта вызвал Я сына Моего». Но Матфей цитирует это местописание и говорит, что Иисус исполнил его. Так что же происходит? Во-первых, это даже не похоже на пророчество в понимании большинства. Многие люди, когда им говорят о пророчестве, представляют себе предсказание о будущем. И когда мы читаем это место, то оно не похоже на предсказание о будущем. И большинство людей даже не считают это пророчеством. У этого места нет предсказательной природы. Осия просто рассказывала события, которые уже случились. Но Матфей цитирует это место и говорит, что Иисус исполнил его. Так в чем же дело? Как такое возможно? Возлюбленные, авторы Нового Завета по вдохновению Духа Святого понимали, что весь Танах, еврейская Библия, посвящена Иешуа. И Иешуа — это цель всего Писания. Вот почему Библия говорит нам в Евангелии от Луки, что Иешуа устроил экскурс своим ученикам через пророков, закон Моисея, и показал им все то, что содержалось в этих Писаниях и что указывало на него. Когда ученики читали закон Моисея и пророков, то даже не понимали, что большая его часть имела пророческую природу. Но потом Иешуа показал им «История Иосифа указывает непосредственно на меня». История Моисея также указывает на меня, и вы должны это понимать. И вообще, вся еврейская Библия нацелена на Иешуа. Часто мы так сконцентрированы на внешнем проявлении. Но Бог не там. Если мы хотим найти Отца, то мы найдем Его здесь. Кому из вас Бог говорит об этом? Я хочу помолиться о каждом из вас. Я прошу сейчас вас подойти сюда, к этой сцене. Я прошу вас выходить. Выйдите из шума и проводите время наедине с Богом каждый день, в тишине, слушая спокойную музыку. И когда вы будете поступать именно так, Бог Отец успокоит вашу душу. И вы начнете пить от Его Духа, узнавая о том, как слышат Его слова, и следовать за Ним, за Иешуа. Я хочу, чтобы вы подняли свои руки. Бог Отец, во имя Иешуа, я хочу пить от Твоего Духа. Хочу принять Тебя в свою жизнь по-настоящему. Я хочу обновиться. Я хочу пережить сверхъестественную реальность и встречу с Тобою. Я хочу узнать Тебя, Боже. Хочу приблизиться к Тебе. Теперь я хочу открыть книгу Исаии, 6 главу. Я хочу прочитать 8-9 стихи. Я говорил об этом в первом цикле, и хочу напомнить снова. Вы можете спросить, Равин, почему вы повторяете одно и то же? Я хочу рассказать вам, почему это все так важно для меня. Я сам иудей. Как многие из вас знают, я родился в иудейской семье, ходил в консервативную синагогу. Я иудей, который верит в Иешуа. Я еврей, который верит в Иисуса. И как иудея, меня в целом отвергает иудейский мир. А вы знали, возлюбленные, что еврейский мир говорит мне, «Ты уже больше не еврей». «Ты не еврей, потому что ты перешел в другую религию». Иудаизм говорит, что нельзя оставаться иудеем и верить в Иисуса. Вы должны понимать, насколько это серьезно. Я родился евреем, воспитывался в вере. Я ашкенази, мои предки из Европы. Я не могу стать гражданином Израиля, потому что верю в Иисуса. Вот почему все это так важно для меня. Еврейский мир отвергает меня. Они говорят, что нельзя быть иудеем и верить в Иисуса, потому что они говорят, что Иисус не еврейский Мессия. Я основываю свою жизнь на том факте, что Иешуа – Мессия Израиля. Он – Мессия Израиля и Спаситель мира. Он воскрес из мертвых. Он – единственный путь ко спасению. Апостол Павел – один из самых известных иудеев своих времен, который учился у лучшего еврейского учителя тех времен, Гамалиила, сказал следующее, «Если Иешуа не воскрес из мертвых, то мы с вами последние глупцы на этой земле». Это значит, что мы с вами отдали свою жизнь за то, что не является истиной. Павел также говорит, что если Иисус не воскрес из мертвых, то мы не просто глупцы, что следуем выдумке, но еще хуже – лужицы. Ведь мы рассказываем людям в мире, что Бог сделал что-то, чего Он не делал, если Бог не воскресил Иешуа из мертвых. Но Бог воскресил Иисуса из мертвых. Он – Мессия Израиля и Спаситель мира. Но евреи отвергают Мое послание в целом. Точно так же евреи отвергали Иешуа, когда Он пришел. Библия говорит об Иешуа в Евангелии от Иоанна, что Он пришел к Своим, к Израилю, и Свои не приняли Его. А принявшим Его Он дал право называться детьми Божьими. Вот в чем суть. Когда я, как еврей, начинаю говорить об Иисусе со Своими братьями-евреями, особенно с раввинами, они сразу же хотят прибить Меня к земле. Они говорят, что Я использую Писание и пророчества вне контекста. Они говорят, ты утверждаешь, что Иисус исполнил эти пророчества, исполнил Осию 11 главу 1 стих, но это даже не пророчество. Как ты можешь утверждать, что Иисус исполнил его? Это не было пророчеством. Раввины говорят следующее, когда слышат о том, что авторы Нового Завета утверждают, что Иисус исполнил пророчество. Это неправильное использование Писания. Они говорят, что мы вырываем Писание из контекста и даем его новый смысл, которого не вкладывал автор этой книги еврейской Библии. Я приведу пример того, что имею в виду. Я хочу открыть Исайю, 6 главу, 8 и 9 стихи. Исайя говорит, я услышал голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. Я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышатся и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Так что же здесь происходит? Исайя получил призвание к служению Господу. Господь говорит Исайе, кого мне послать? А Исайя отвечает, пошли меня. И Господь говорит, иди, я пошлю тебя. Они будут слышать, но не смогут понимать. Будут смотреть, но не будут видеть. И вот что происходит. Изначально это местописание было словом, которое Господь дал Исайю. И Ишуа использует это же местописание, применяя его к себе. Иисус говорит, что оно исполнилось в нем. И когда люди видят, что авторы Нового Завета утверждают, что Иисус исполнил его, то они думают, что он исполнил какое-то предсказание из Ветхого Завета. Но часто авторы Нового Завета используют пророчества в другом значении. Они не имеют в виду, что Иисус исполнил предсказание о будущем. Он наполнил его смыслом. И мы должны спросить себя, использовали ли авторы Нового Завета Писание неверным образом? Вот что сделал Иисус. Это Слово Божие. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Мы сейчас разберемся во всем этом. Мы посмотрим на то, как Иисус использует это местописание. В Евангелии от Матфея, 13 главе, 13 стихе, Ишуа говорит, «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Избывается над ними пророчество... Обратите внимание. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышатся и не уразумеете. И глазами смотреть будете и не увидите». Что делает Ишуа? И Ишуа берет пророческое слово, которое Господь дал Исаии о том, что случится в его служении. И теперь Ишуа говорит, «Все это исполняется и в Моем служении». Я хочу, чтобы вы поняли большую картину. В какой-то момент вы можете процитировать мессианское пророчество Иудею, и он скажет вам, «В вашем Новом Завете говорится, что Иисус исполнил это». Но если вы посмотрите на это место в еврейской Библии, то увидите, что оно не об этом, оно не было о Мессии, оно было об Исаии. Но если вы понимаете поле и те вопросы, с которыми мы имеем дело, это называется апологетика, мы защищаем веру. И тогда вы можете лучше приготовиться к возражению. И теперь возникает вопрос. «Когда авторы Нового Завета брали Писания из Ветхого Завета и применяли их к Ишуа, как этого не предполагали изначальные авторы еврейской Библии. То есть, когда Исаия записал этот стих о себе, то не предполагал, что этот стих применит к себе Ишуа. То есть, когда Исаия изначально писал эти слова, он не знал, что Ишуа будет цитировать это место и применять его к себе. Кто-то может сказать, «Вы берете Писание, у которого было одно значение для изначального автора, и меняете его, придавая ему другое значение. Вы вырываете его из контекста, применяя к Ишуа». Кто-то может назвать это нечистым использованием пророчества, но возлюбленные. Во-первых, это честное использование пророчества. Авторы Нового Завета были под вдохновением Духа Святого. Если Ишуа Мессия, а это так, то авторы Нового Завета могут взять любое место и применить его к нему, потому что суть еврейской Библии исполнилась в Мессии. Но я хочу пойти дальше. Когда я, как еврей, встречаюсь с традиционным раввином, который говорит мне, «Ты неправильно используешь Писание», когда берешь стихи из еврейской Библии и вырываешь из контекста, применяя их к Ишуа, В следующих выпусках мы будем рассматривать целиком книгу Исаии всю седьмую главу. И конкретно остановимся на 14 стихе. Там Исаия получает пророческое слово. «Се дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «Бог с нами». Мы часто используем это место в Новом Завете. Но традиционный раввин скажет, что мы неверно используем это местописание, потому что этот стих о том, что дева зачнет и родит ребенка. Они говорят, что слово, которое мы переводим как «дева», в Новом Завете на иврите не всегда означает девственницу, но молодую девушку, способную родить. Они говорят, «Вы полностью перекручиваете это». Во-первых, это слово не всегда означает «девственницу». А второе, это место не о Мессии, а о том, что жена Исаия родит ребенка. Некоторые люди говорят, что оно касается царя Ахаза и того, что у него родится ребенок. Они говорят, «Это не мессианское пророчество. Вы берете и применяете его вне контекста». Но вот что вы должны понять. Есть абсолютно необоснованные обвинения. Ведь если посмотреть на иудаизм, то он делает то же самое. И они делали это на протяжении двух тысяч лет. Они брали местописание, которое оригинальные слушатели понимали по-своему, и придавали ему совсем другое значение, чем то, которое давалось изначально. Мы видим это в Талмуде, который является одним из основных источников обучения раввинов. Они берут стих из Талмуда и по-своему толкуют его. Но, опять же, я говорил об этом ранее. Я не хочу слишком отвлекаться на это сейчас. Это источник раввинистического иудаизма. Они берут стих из Талмуда и рассматривают его с кем-то. И суть этого изучения в том, чтобы дать этому стиху столько творческих толкований, сколько только возможно. Мы видим множество раввинистических трудов, в котором они берут стихи из Талмуда или Торы и придают ему значение, которого не было в оригинале. То же самое касается мистического иудаизма. Главная книга мистического иудаизма, которую изучают хасиды, ультра-ортоксальные иудеи, это книга «Захар». В этой книге берутся стихи из Тора, и им придаются значение, которого не давали оригинальные авторы или слушатели. И когда они обвиняют нас в том, что мы вырываем стих из контекста, применяя его к Иисусу, их слова не имеют силы, потому что иудаизм делал это на протяжении тысяч лет подряд. Но, по сути, если Иисус Мессия «Я готов поставить свою жизнь на то, что это так», то мы можем использовать места Писания, которые указывают на Него, и быть уверенными в том, что мы используем Писание верно. Ведь суть Писания — это указать и привести нас к Нему. Сегодня с вами был Равин Шнайдер. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Надеюсь, вам понравилось это учение, так же, как и мне. В следующем выпуске мы рассмотрим новые материалы, но я хочу и дальше работать с основанием, потому что многие из народа Божьего не понимают, что имеет в виду Новый Завет, когда его авторы говорили о том, что Иисус исполнил пророчество Ветхого Завета. Они думали, что это научные предсказания. Но далеко не все пророчества являются научными предсказаниями о будущем. Некоторые пророчества говорят о том, что Иисус взял историю Израиля, отождествил ее со своей жизнью и таким образом наполнил ее смыслом или исполнил ее в целом. Иисус сказал, «Слово Мое есть истина». И, Отец, мы благодарим Тебя сегодня за то, что Ты укрепил нас Своим Словом. Оно живое. «Отчим, спасибо, что дал нам скелет в духе, чтобы мы могли быть сильными и стояли на том, что наша жизнь основывается на истине. Мы нанизали на позвоночник, на те кости, которые Ты даровал нам в этом сильном и могучем учении, плод и мясо. И мы хотим дальше любить Тебя». «Отче, мы говорим, «Барух Хошем, да будет благословенно имя Господа». «Отче, спасибо за Твое Слово. Мы любим Твое Слово. Твое Слово истинно. Мы любим Тебя, наш Царь Иисус. Пусть Бог благословит вас. Шалом». В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. «Я ва рехе хеяве ва ишмареха» «Я эр яве панаве леха» «Ви хуне ха» «Я эр яве панаве леха» «Ви асэм леха» «Шалом». Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Могут ли пророчества исполниться снова? В следующем выпуске Равин поделится принципами типологических пророчеств. Не пропустите этот захватывающий выпуск. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Мы ждем вас. Спасибо, что были сегодня с нами. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострого. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию и Иисусом. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса».